Мамма-миа! Одна из самых волнующих беременных женщин тем – это питание. Как организовать свой рацион так, чтобы не набрать лишний вес? Стоит ли ограничивать себя в каких-то продуктах? А может, действительно, начать есть за двоих? Беременности нужно готовиться. То есть изменение привычки питания нужно задолго до момента беременности менять, ну, в сторону здорового рациона. А что касается есть за двоих, это абсолютная глупость, потому что женщины чаще всего это воспринимают слишком серьёзно и начинают есть не за двоих, а за пятерых, мне кажется. Конечно, чуть-чуть рацион должен быть плотнее, но это не означает, что нужно есть больше булочек, пирожков, сладостей, шоколадок и так далее. Ограничения в питании беременной женщины должны быть разумными. В первую очередь, это продукты, которые наносят вред здоровью будущей мамы и малыша. Если мы говорим о каких-то исключениях из пищи, то, конечно же, это все рафинированные продукты, это большое количество зажарок, поджарок и прочего. То есть еда должна быть более свежая, и обработка, соответственно, этих продуктов тоже должна быть более натуральная. И если мы говорим о том, что категорически нужно исключить, это, конечно же, сахар и всё, что связано с хлебобулочными изделиями и так далее. Во-первых, для того, чтобы вес держать корректно и не набирать его. Во-вторых, для того, чтобы пищеварительный тракт был здоров. Самый нейтральный, который никому не навредит, но при этом будет достаточно полезным, то это, конечно, лецитин. Исследования показали, что употребление лецитина на 20-25 неделе беременности способствует улучшению памяти и повышает когнитивные способности ребёнка. Однако его применение, как и приём любых других добавок, нужно согласовать со специалистом. Чаще всего выписывают женщинам полевую кислоту, но если мы возьмём последние исследования, то считается, что полевая кислота является токсичной для беременной женщины. Поэтому выбирается более натуральная форма, или фалиновая кислота, или метилфалат и так далее. То есть да, нужно, но нужно подбирать верные дозировки, верные формы и так далее. Есть хорошие комплексы витаминов для беременных, есть не очень хорошие комплексы. Поэтому здесь я считаю, что женщина должна, скажем так, более осознанно подойти к выбору, не просто заходить в аптеку, выбирать, где написано для беременных. Иногда беременной женщине нужна помощь специалиста в области питания. Если женщина из-за избытка гормонов, каких-то эмоций, стала очень сильно налегать на сахар, ей начинает сложно справляться, она понимает, что вес начинает расти, и ей хочется все-таки вернуться в нормальное состояние, в том числе и психологическое, эмоциональное, и перестать заедать вот эти вот свои эмоции новые, то, конечно же, ей стоит обратиться к специалисту для того, чтобы совместно разработать такой план работы, который будет удовлетворять и маму, и, соответственно, это будет более здоровое питание, ну, в том числе и витамины. Но с витаминами тут нужно искать специалиста, который разбирается конкретно в этом. Ну и, конечно же, не пренебрегать рекомендациями гинеколога, который ведет данную беременность.